Всем привет! Добро пожаловать в магазин Gloves & Kit! Итак, сейчас мы покажем вам обзор, который вы спрашивали много-много раз и, надеюсь, ждали с интересом. И это обзор на Adidas Ace Trans Pro Climaworm. И это не просто Adidas Ace Trans Pro Climaworm, это модель, которую вы могли видеть в видео с каналом Живой Футбол и Денисом Глушаковым, ссылочка на которое в описании. В общем-то, это будет такой реальный обзор на перчатки, которые я использовал уже в несколько игр, ну и, собственно, в том видео. Посмотрим внимательнее, какой износоустойчивостью они обладают, какие характеристики у них пропадают со временем, что у них смещается. В общем, рассмотрим их со всех сторон действительно как вживую. И начнем, конечно, с застежки. Вот эта длинная застежка от Adidas, это такой достаточно сомнительный момент. Кто-то ее очень любит, кому-то она некомфортна. Мне, если честно, очень сложно было подобрать оптимальную посадку для себя в этой застежке, поскольку я либо перетягивал себе руку, либо наоборот немножко не хватало. То есть момент весьма двоякий. Хотя я не могу сказать, что она плохая. Вот до конца я застегнуть здесь не могу. Касаемо надевания второй перчатки на руку, здесь очень удобно выполнил вспомогательный механизм, так же как на перчатках, например, фирмы Roish. И вы спокойненько берете за него и надеваете вторую перчатку на руку, не поцарапать при этом латекс. Стоит отметить, что застежка здесь весьма и весьма плотная, поэтому когда перчатки намокнут, их достаточно сложно будет второй раз надеть. Мы не будем рассматривать данные перчатки сразу поближе. Мы это рассмотрим, когда перейдем к моменту с износа устойчивостью. Пока что я лишь расскажу вам про их основные характеристики. Это 4-миллиметровый топовый латекс от компании Adidas. Он, в принципе, всю жизнь назывался Allround. Если честно, я не знаю, как Adidas позиционирует его сейчас, но изменений с того времени никаких не произошло. Крой здесь негативка, полностью причем негатив. И в отличие от, допустим, предыдущих модельных коллекций от компании Adidas, когда латекс не просто отличался цветом, тут еще и были такие специальные вставки, если помните, модель Zones. Здесь просто идет переход цвета и никаких принципиальных отличий нет. А также стоит отметить здесь небольшую такую вставку для того, чтобы латекс как бы больше жил на ладошках. Хотя весьма сомнительно, если учесть, что она полностью из латекса. Бэкхенд здесь текстильный и сделаны такие прорезиненные вставки. Кому-то это покажется удобным, кому-то нет. Мне, например, больше нравится, когда бэкхенд полностью выполнен из латекса. Про застежку я уже достаточно много сказал, не буду к ней опять переходить. Защитных вставок в данной модели нет. И давайте теперь рассмотрим самое интересное. Мы посмотрим на износа устойчивости данной модели и перейдем для этого на камеру поближе. И давайте теперь поговорим как раз-таки об износа устойчивости. В данных перчатках я провел порядка пяти игр, где-то пару тренировок и, ну, собственно, то самое видео. И что я могу сказать? Во-первых, в силу того, что перчатки довольно плотно сидят на моей руке, и здесь идет крой негатив кат, они начинают обтесываться вот тут вот по краям на пальцах. Ну, ладошку я не считаю, но ладошку, если я и упал, то упал сам. А касаемо качества пошива, вот здесь вот швы уже начинают виднеться, и тут начинает он рваться. И в целом здесь вот очень сильно виден шов. Пошли такие, не знаю, как на женских колготках вот эти вот полосы. Также значок Adidas, как вы можете видеть, уже постепенно отрывается и на этой, и на другой перчатке. Также стоит отметить, касаемо застежки, если вот на этой перчатке вот этот вот прорезиненный элемент целый, и надевать удобно, то на второй он оторвался полностью. Причем не сказать, что я как-то их там жестко использовал или делал что-то необычное, абсолютно не сказать. Ну, в общем, как бы огрехов в плане качества пошива и износустойчивости здесь достаточно много. Меня это поразило, поскольку сыпятся они довольно быстро. Вот этот кусок вообще оторвался, пока мы просто снимали пленку с этих перчаток. Кстати, пленку полностью снять довольно-таки сложно, и она у меня до сих пор на перчатках присутствует. Но в целом все довольно неплохо. И давайте посмотрим на эти перчатки в деле. Как вы знаете, я участвовал в видео с каналом «Живой футбол» и Денисом Глушаковым. И небольшую нарезку из этого видео я сейчас вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok И давайте теперь зарезюмируем все, что было сказано ранее. 4-миллиметровый топовый латекс от Adidas подойдет для игр на любых условиях и в любую погоду. Кроме, нефтьевкат, обеспечивающий довольно плотную посадку на руку. Бэкхенд выполнен из текстиля и прорезиненных вставок. Застежка здесь стандартной для Adidas длины. То есть она очень-очень длинная. Застежка идет в два оборота. Обеспечивает плотную посадку на любое запястье. На данную застежку вы можете сделать нанесение по вашему желанию. Защитных вставок в данной модели нет. И касаемо размера. Данная конкретная модель размера 8. В целом я бы попробовал поиграть и в размере 8,5. Поскольку здесь идут швы, которые характерны для кроя Negative Cut. Которые достаточно плотно утыкаются в пальцы. Хотя стоит отметить, что со временем все-таки перчатки разнашиваются. И если при первом применении это чувствуется очень-очень сильно, то при дальнейшем использовании такого дискомфорта уже нет. Но в принципе, если вы это ощущение не любите, я рекомендую брать на пол размера побольше. Хотя я в самом данном случае взял размер в размер. И на свою восьмерку я взял восьмерку. В целом перчатки довольно неплохие. Со своими особенностями. Как вы могли видеть, с особенностями пошива, с особенностями износа устойчивости. Опять же, да, каждому свое. Кому-то нравится эта застежка, кому-то нет. Кто-то предпочитает латексный, бэкхэнк, кому-то наоборот интересны эти прорезиненные вставки. В общем, я не буду однозначно высказывать свое мнение за или против этой модели. Я лишь сказал вам их характеристики, а тут уже судить вам. Что вы думаете про эти перчатки, напишите в комментарии под видео. И надеюсь, что обзор получился интересным и информативным. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и рассказывайте о нем друзьям. С вами был магазин Glass & Kit. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok